коллеги приветствую напишите пожалуйста как не видно как слышно прошу прощения за задержку подгружается презентация сейчас хотелось бы чтобы у нас вебинар был все-таки с презентациями скорость интернета к сожалению зависит не от меня так как сейчас я нахожусь до сих пор затяжных поездках и сегодня я хотел бы как раз таки рассказать больше о том какие осознания прошли во время поездок как изменяется немножко стратегия тех инструментов которые мы внедряем сейчас в skyworld комьюнити и вообще куда мы в принципе будем двигаться в новых регионах на которые мы делаем большой упор меня зовут суходов алексей я являюсь членом правления skyworld комьюнити руководителем отделения распространения это отделение отвечает за маркетинг и продажи именно международном формате мое отделение оно одно из самых крупных более 40 сотрудников работает в этом отделении и на самом деле сейчас проделывается огромная работа по выстраиванию новых каналов продаж новых каналов продаж которые будет охватывать именно наш внутренний отдел продаж непосредственно skyworld комьюнити я об этом неоднократно говорил когда запускалась лидогенерация и иногда мем такой даже возникает недоброжелателями что алексей запускает лидогенерацию и не понимает этой терминологии но на самом деле все мы прекрасно понимаем абсолютно и понятно куда масштабироваться на самом деле куда стремиться в плане охвата новых рынков и новые рынки не могут быть охвачены теми прежними способами которыми мы двигались в плане даже привлечения новых контактов через таргетированную рекламу сейчас маркетинг подготовил совершенно новые креативы и они постоянно будут обновляться то есть это сейчас ставится на абсолютный поток для того чтобы и участники системы ледокол получали лучшие контакты потому что мы столкнулись в качестве этой работы сотрудничества с нашим отделом продаж внутренним с тем что но действительно контакты некачественные и здесь я могу просто сделать низкий поклон нашим партнерам которые работали по системе привлечения трафика даже и с контактами низкого качества и выжимали из этого максимум всегда на самом деле и и отдел продаж и наши партнеры идти отныне рука об руку и максимально брать от друг друга опыт для того чтобы самосовершенствоваться и расти в результатах на этом вебинаре я не хотел бы остановить останавливаться сильно на новостях которые сейчас происходят я хотел бы задать конкретные веки развития и на самом деле сейчас вот наступает такой период постепенно что и вебинары можно сократить потому что очень много задач вот ну чтобы вы понимали сегодня в логике нового дизайна подготовки презентации потому что каждому вебинару я готовлюсь сам было потрачено больше трех часов то есть это для того чтобы переработать эти презентации и конечно же сейчас я могу сказать что у нас такой период в компании которую мы финансируем что очень много проработок по различным направлениям по проектам то есть все что обещал анатолий эдуардович что будут подписаны проекты потенциально до конца года поэтому ракурсу все движется информация строго закрытой и я сам не знаю большинство информации но то что приоткрывали и говорили это действительно вдохновляет и воодушевляет и недавно у нас прошел тур победителей тур победителей и я хотел бы всех промотивировать на самом деле участвовать в подобных вещах потому что это не просто туры это не просто соревнования это выявление лучших из лучших для того чтобы с ними коммуницировать для кого того чтобы с ними контактировать и для того чтобы рождать ну действительно серьезные стратегии по развитию потому что уже фактически более полутора месяцев я не нахожусь в доме так совпало что происходили определенные там геополитические события начали происходить в российской федерации в том числе но у меня все это было запланировано еще ранее и были куплены билеты поэтому невозможно было как-то отступить дать заднюю потому что кто если не мы несмотря на риски что границы могли быть закрыты ну я лично например после начала определенных событий пересекал границу три раза и до риск был то что может могло произойти все что угодно но именно с такой степенью ответственности мы ищем стратегов и тех кто будет развивать целые регионы поэтому амбассадором была назначена ольга вероника серохвостова и это как раз таки тот лидер тот партнер в начале просто обычным партнером являлась которая выстраивает работу латинской америки находясь в германии пользуясь ресурсами привлечения трафика на сегодняшний день она готова отправиться непосредственно в латинскую америку в республику доминиканы и отправилась туда для того чтобы все развивать на местах мы как skyworld комьюнити при конкретных результатах работы при конкретном выстроенном плане достижения результатов мы четко понимаем что нужно делать упор на тех кто берет на себя максимальную ответственность те кто может выехать в регион и на самом деле у нас это второй такой прецедент амбассадорство то есть при представлении skyworld комьюнити на высшем уровне в стране и это совершенно новый иной регион это уже латинская америка и тот кто развивался в различных компаниях проектах знает что рынок латинской америки мощнейший но я могу сказать что он к сожалению был испохаблен многими скамовыми проектами пирамидами финансовыми махинациями и конечно же этот след остался конечно же мы это будем учитывать плане первую очередь внедрение курса финансовой грамотности внутри платформы адаптации обучения для латинской америки то есть я подытожу что курт тур золотых победителей это действительно та среда которой я рекомендую быть потому что там партнеры обмениваются между собой своим опытом своими достижениями там мы выстраиваем уже конкретные стратегии то есть конкретные вопросы были обсуждены ряд из них я сегодня подниму например как двигаться по подготовке тех тех же самых адресных проектов для передачи в униска и string technologies и то что было сделано за те полторы недели в республике доминикана это невозможно сделать не находясь конкретно стране от отрыва от дома от родных но на самом деле это повторюсь взятие ответственности и за полторы недели были проведены встречи с успешным результатом то есть рост потенциала инвестиций после того как правильно грамотно с учетом необходимых смыслов донесена информация в том числе и с моим участием люди понимают что это потенциал который невозможно упускать и о каком потенциале я говорю на самом деле сегодня в первую очередь это то что касается вех самых главных вех которые я лично ожидаю и на мариной горке когда я присутствовал на конференции по не ракетному освоению ближнего космоса уже я видел своими глазами трассу юнилайта и она уже я думаю финальной абсолютно стадии подвижной состав готов и это как раз таки первый коммерческий проект до небольшой да может быть кто-то назовет внутренним но эта модель уже отработки финансовых механизмов потому что там будет совершаться оплата за проезд там будут постоянно перемещаться пассажиры ведь в пик на самом деле в акварели было более тысячи людей в некие некоторые летние периоды это и делегации это и те люди которые просто хотят видеть модель экопоселение ну я могу могу назвать это такую тот драфт версию может быть даже приближенную версию черновую версию экопоселение в логике линии нового города и когда там будет построена трасса то ажиотаж интерес на мой взгляд возникнет еще больше поэтому на максимальные пиковые нагрузки пассажирами рассчитана эта трасса для того чтобы удовлетворять той потребности которая была проанализирована и повторюсь там будет совершаться оплата за проезд и все эти механизмы уже будут отрабатываться для чего это делается это делается для того чтобы не возникло никаких вопросов далее при применении в пассажирском исполнении уже более крупных коммерческих адресных проектов на самом деле работа ведется фактически по всем направлениям частей света и я думаю что настанет время и анатолий эдуардович олег зарецкий надежда геннадий накосарева объявят когда это будет возможным к объявлению в рамках соблюдения конфиденциальной информации рамках соглашений которые заключаются с потенциальными заказчиками но если кто-то скажет что заказчиков нет что допустим это что-то какая-то профанация то пусть наблюдает просто за будущим и понимание то и информация есть что все движется лучшим сейчас образом в существующей вообще геополитической экономической ситуации я мог сказать что в 2014 году когда начинал развивать это направление что если проект столкнется с такими сложностями с такими трудностями фактически невозможно будет выжить но проект здравствует развивается и все заказчики абсолютно понимают что на самом деле вариантов вообще освоения серьезных инфраструктурных больших и малых и средних проектов на их не так много на земле в принципе я вам говорю это тоже не просто так потому что в латинской америки на были проведены переговоры с достаточно крупными финансовыми организациями и мы будем готовить приезд их на территорию шаржи когда будет продемонстрирована трасса на 2400 метров уже с четкой заявленной скоростью вот это вот вехи которые я лично ожидаю я не представляю какой интерес начнет возникать технологии после того как это будет озвучено после того как будут озвучен или озвучены подписанные проекты причем конкретные предоплаченные проекты и предпроектное исследование когда оплачивается проектное исследование оплачивается уже заказчик ну разумный заказчик не даст ход назад и это уже говорит о том что проект гарантированно реализуется может помешать только очень серьезные какие-то геополитические потрясения на уровне вообще вот целого спектра стран но на самом деле мир тоже абсолютно разумен и я наблюдаю что происходит в обсуждении геополитики с разных сторон и не только с той стороны с которой хотелось бы видеть на виду но и в других частях света тоже происходит сейчас максимальное разобщение и столкновение стран и это я действительно вижу и в азиатской части света и даже на ближнем востоке это тоже имеет место быть и вот в таких условиях как компания развивается в таких условиях выстраиваются целые новые рынки я более чем уверен что рынок латинской америки даст огромный толчок к развитию и skyworld комьюнити и возможности финансирования еще большего юниска и string technologies я нередко говорил о таком знаете эффекте равновесия и эффекте передавания эстафеты и всегда мы должны быть готовы как топ-менеджмент руководство skyworld комьюнити для того чтобы система на ту или иную другую уже часть света была готова и она действительно готова это как раз таки две основы экосистемы дополнительные к финансовой технической части то есть финансовая техническая часть это личный кабинет это все системы безопасности ваших активов ваших финансов внутри личного кабинета это статистики автоматизация техническая финансово-инвестиционная это уже то что в финансировании непосредственно прорывной технологии интерес который только возрастает даже с учетом роста сложной ситуации в мире и два направления еще это образовательное направление и социальное направление и причем образовательное направление то что касается платформы адаптации обучения для чего мы это делаем мы это делаем для того чтобы мы как skyworld комьюнити не не перегрузились не перекалились когда хлынет большой поток интересующих людей для ознакомления с технологией и впоследствии внесения своего вклада в развитие формирование этой технологии качестве пожертвования своих активов но на самом деле мы не знаем какой будет объем людей и сейчас в начале с малых шагов мы к этому готовимся выстраивая платформу адаптации обучения на ряд рынков параллельно то есть это англоговорящие это русскоговорящие в ноябре точно будет запущен уже поток у нас уже полтора месяца работает руководитель по продукту платформы адаптации обучения замечательная девушка мощная с опытом именно в education technology то есть это рынок онлайн образование она там одна из лучших и она тоже прошла у нас определенный путь для того чтобы мы поняли что да она может реализовать и улучшить этот продукт так как закладывается по техническому заданию она кстати готовила систему наставничество и система наставничество на платформе адаптации обучения это фактически университет наставничество с конкретными готовыми курсами практикой для того чтобы стать тьютером трекером потом наставником то есть тот кто отслеживает выполнение домашнего задания студента который интересуется технологией и в будущем мне хотелось бы на самом деле чтобы вы дорогие партнеры я вот точно тоже продолжу по крупному так скажем привлекать сообщество в наше сообщество и тот кто не будет проходить платформу адаптации обучения я с ними даже по-серьезному общаться не буду то есть это не проявление интереса но одновременно каких-то запретов цензов что вот не пройдешь платформу на обучение не будет тебе открыты те то возможности нет этого skywalk community не будет и каждый выбирает свой путь на либо пассивные инвестиции либо активные с тем обучением которое заложено на платформе причем для английского языка это будет иное обучение для с учетом менталитета для французского языка например франкоговорящая часть африки это будет свое обучение для латинской америки это будет вообще иное обучение более простое также как и для африки потому что мы должны говорить на языке тех партнеров которые находятся тех или иных странах для масштабирования это необходимо и следующее это сообщество и вы я думаю что возможно наблюдаете что меняется вообще коммуникация в социальных сетях меняется стиль управления чат пространствами то есть происходит комьюнити менеджмент это то чего у нас ранее не было происходит максимальное вовлечение тот человек который входит в тот или иной чат где имеется сейчас комьюнити менеджмент они получают ответы на свои вопросы если негатив возникает негатив очень плавно не агрессивно начинает гаситься и более того каждый негатив он формируется в библиотеку знаний для того чтобы мы как партнеры становились сильнее для того чтобы этот ресурс чат пространство становилось более дружелюбным более понятным более полезным в первую очередь для новых партнеров я считаю что нам эти две основы дополнительные экосистемы которым мы готовы которые мы заранее разработали позволят переварить тот огромный интерес после запуска уже трассы на 2400 метров после демонстрации тех технических и скоростных характеристик показателей которые были продекларированы поставьте вот по вашему мнению в чате например сколько людей в день будет интересоваться целом skyworld комьюнити после вот таких событий как запуск трассы демонстрации показателей и объявление о подписанных конкретных коммерческих проектах я думаю что это может быть в десятки раз больше а может быть и еще больше и стратегически важным направлением была выделена именно платформа адаптации обучения и на самом деле в авральном режиме работают все сотрудники для того чтобы все подготовить уже подготовить будущем масштабированию а что значит масштабирование это когда в начале поток на 150 на 180 человек далее из этого потока появляются наставники которые позволяют увеличить поток уже до 500 тысяч людей и так мы будем расти уже непосредственно до десятков тысяч людей потому что интерес к продукту который мы финансируем будет только расти это точно и это определено на самом деле я вижу очень много в социальных сетях тот кто наблюдал и наблюдает давно спрашивает а что уже что-то построено то есть люди вообще не в курсе но когда они зайдут на платформу адаптации обучения они четко по шагам пройдут тот путь который вам как партнерам не нужно тратить нет необходимости тратить что-то рассказывать все должно делаться системой конвейерной системы в каком-то плане можно так сказать и конечно мы учитываем максимально краткий путь клиента для того чтобы достигался результат минимальный результат это верификация и совершение инвестиций максимальный результат это совершение инвестиций уже от участников своего сообщества и развитие непосредственно своего сообщества с приобретением необходимых навыков а навыков на платформе адаптации обучения будет и уже есть весьма немало сейчас готовится ряд подогревающих новостей по поводу этого направления по поводу запуска потоков а также вы увидите поток обещанной ранее по ораторскому искусству и вы не представляете насколько мощный преподавать и одновременно на русском языке и на английском языке там будут для чего для того чтобы так вот в отрыве от дома находились десятки может быть даже пятьдесят сто людей одновременно в разных частях света и развивали направлении sky world community если бы мы этого не сделали то я мог бы сказать что на самом деле настигнет тот период когда будет уже перекос в возможных ресурсах которые имеются узкой волк комьюнити для работы с той или иной аудитории и есть какой-то предел сейчас я могу сказать что этот предел мы убираем все подальше и подальше он есть конечно же но мы максимально стремимся к тому чтобы мы этот интерес весь смогли качественно и профессионально переварить это очень важно при достижении текущих век которые я озвучил также я хотел бы сказать что на самом деле в республике доминикана отрабатывались модели в принципе развития по странам латинской америки по пуэрте-рико по колумбии по другим странам я все не буду озвучивать этим возможно могут воспользоваться недоброжелатели но на самом деле тот негатив который был обеспечен ранее и некоторыми млм компаниями которые действительно людей и побудили инвестировать и потеряны были средства просто были потеряны средства достаточно крупные достаточно большие для того чтобы ухватить за хвост удачи непонятную птицу которая взлетела очень высоко на небо доминиканской республики и гремела на действительно по всему видень по всему телевидению определенных компаниях была очень очень большое количество информации много было искажений то что ну действительно продукт правильный продукт нужно инвестировать и к сожалению люди продавали дома квартиры и на тот момент я даже как человек который развивал на тот момент общество я видел какой ажиотаж формировался и удивлялся этому зачем это делать поэтому даже на интервью было озвучено по поводу роста финансовой грамотности роста вообще как бы образование в латинской америки мы будем давать это образование в рамках платформы адаптации обучения тот кто войдет в наше сообщество абсолютно на супер лояльных условиях а сейчас я более того скажу что это бесплатно для всех и когда мы общались об этом с пасторами общались об этом с крупными лидерами они все в один голос говорили что это латинской америки в целом необходимо представьте насколько быстро обычно на это тратится определенные маркетинговые исследования мы действительно выявили правильный тренд и он был заложен в том числе я хотел бы напомнить что разрабатывается в принципе айти площадка сейчас для платформы адаптации обучения для удовлетворения тем требованиям которые современные площадки по каким-то причинам они не могут обеспечить то есть даже какое-то соответствие шрифтам и тому подобное в этом плане я могу сказать что нас ждет большое развитие по латинской америки я очень осторожным вы из моих вебинаров не услышите конкретной информации раньше времени но скажу что да были произведены встречи достаточно серьезными застройщиками которые нет не имеют необходимости вообще вот выигрывать тендеры то есть у них уже заранее зеленый свет и технология которую мы финансируем их очень сильно заинтересовало еще ранее то есть это длительные переговоры которые длятся более года и на самом деле сейчас этап очень интересный в том числе есть заинтересованность непосредственно не только в проектах но и вообще как бы в инвестициях в развитие технологии уже следующих этапов развития больше я ничего не могу сказать потому что это может быть исковерканно истрактовано неправильно и позвольте мне на своих вебинарах действительно сохранять некую тайну я не буду никогда вести вебинары в стиле того что я буду говорить информацию которая сейчас только готовится которая да побудит максимально инвестировать еще больше но я называю это введение заблуждения на тех результатах которые еще я хотел бы чтобы каждый из нас с вами думал в первую очередь о репутации компании и о том о чем мы говорим была также проведена достаточно крупная конференция в республике Доминикана первое в таком формате это был большой зал это были лидеры которые приехали ну действительно там полдня потратили для того чтобы доехать на эту конференцию говорит о том что интерес у людей есть огромный но в ходе этой конференции мною было понято что информацию нужно давать вообще вот максимально просто как как резать хлеб как два рубля и потом уже ее утяжелять потом добавлять смыслы но на самом деле для принятия решений сейчас не так много информации людям нужно и ее понадобится еще меньше при тех вехах которые будут достигнуты также была проведена спонтанная благотворительная акция в ходе общения с Дэвисом Брита замечательным лидером активистом сообщества Sky World Community в республике Доминикана которая совместно с Ольгой Вероникой Зерохвостовой работает он рассказал что время от времени он занимается благотворительностью и здесь без какого-либо бюджета то есть ну просто вот на своих добровольных началах была организована акция и вы не представляете насколько мощная и большая теплота когда действительно осознаешь что маленькие дети понимают что ты это делаешь не просто ради чего-то а ты создаешь и финансируешь будущее для них и огромная энергетика чувствовалась когда мы все дружно хором кричали что мир здоровым и умным детям мир доброты мир счастья это было конечно очень мощно и самое интересное что такие инструменты как платформа адаптации обучения позволят выбраться с самых низов у нас были такие примеры за туры золотых победителей когда люди начинали причем они приходили через лидогенерацию через интернет и у них не было что покушать им помогали партнеры на первоначальных стадиях и далее уже они достигали необходимого статуса для того чтобы двигаться самостоятельно на самом деле такой взаимовыручки такой взаимопомощи я не встречал в других направлениях когда еще когда-то давно я занимался уже более девяти лет назад какими-то другими направлениями это действительно сплочение сообщества я хотел бы с вами поделиться вот просто позвольте мне на этом вебинаре не транслировать новости потому что ну у меня действительно огромное количество эмоций в первую очередь и ощущений после тех поездок которые происходят и у меня огромная воодушевленность тем что сейчас декларирует это Unisky Stream Technologies что будет сделано что будет озвучено у меня огромная уверенность в том векторе куда мы движемся и на самом деле иногда нужно говорить не о новостях иногда нужно говорить о смысле зачем мы этим занимаемся и зачем мы это делаем на самом деле то что сейчас происходит в мире многие компании которые принимали в том числе участие в тендере в Дубае от РТИ от правительства они многие просто отвалились потому что они не выдержали натиска совершенно агрессивной реальности и Unisky Stream Technologies абсолютно выдерживает этот натиск и я не буду говорить точно что будет выигран тендер или нет но есть абсолютно все шансы победить с учетом того что РТИ управление транспорта и дорог Дубаи представляли выставку в содружестве с ведущими компаниями с которыми они сотрудничают по реализации проектов по строительству на выставке инотранс без какого-то большого активного участия непосредственно Unisky Stream Technologies это тот этап который можно назвать более серьезным более мощным чем правительственный саммит чем когда высшие представители правительства Арабских Эмиратов садились подвижные составы это говорит о том что идет полная поддержка но сейчас необходимо достичь тех вех которые я озвучил и они обязательно будут достигнуты ничто уже не может абсолютно это остановить если говорить про Кыргызстан здесь тоже информация ее знают партнеры на местах но публично я ее не буду освещать хотя даже представители властей у которых я спрашивал можно ли говорить эту информацию они сказали что да можно и более того хотелось бы чтобы конкретные внутренние коммерческие проекты инвестиции привлекались непосредственно от жителей Кыргызстана переговоры да провелись да их было немало да они достигнуты наивысших результатов благодаря в первую очередь команде Таланбеку по теле и другим лидерам которые выводили на контакты я здесь выступал уже чисто по качествам как переговорщик как коммуникатор как доносители сути на языке той стороны которая разговаривала на котором необходимо было общаться и опять же выправлены были даже те ситуации где неправильно как-то доносилась информация о технологии те депутаты та депутатша которая приезжала на Майрину горку с ней тоже была проведена встреча и она еще больше вдохновилась проектом с учетом того что пообщалась сама с высшими представителями властей для того чтобы подготовить уже встречу топ лиц топ лиц государств и как раз таки с такими топ лицами обычно Анатолий Эдуардович и будет общаться потому что только он может продавать продукты коммерческих проектов так как это происходит на высшем уровне даже Олег Зарецкий он является предпоследней стадией чтобы все вышло на Анатолия Эдуардовича Юницкого и все делегации которые происходили за время присутствия и работы экспо более сотни делегаций это не прошло даром и на самом деле в проработке масса проектов по фактически всем частям света и всем континентам ну я могу сказать по Европе возможно поменьше в свете геополитической ситуации но и я думаю что здесь ситуация изменится так как перевес политических сил непосредственно который идет из США там происходят выборы и возможно мы и увидим изменения в существующем раскладе мира я вам приведу одну историю пример аналогию как я понимаю зачем Илон Маск купил twitter на самом деле он купил не просто компанию он приобрел социальный капитал это то что мы с вами выстраиваем более восьми лет и twitter это не сообщество это даже не база людей это просто некий набор данных социальных сетей и каждый там заинтересован абсолютно в своих результатах и своих амбициях то что мы сейчас с вами создаем sky world community на самом деле при покупке даже крупных социальных сетей невозможно сделать при миллиардных затратах на мой взгляд потому что здесь должно быть сплочение большой big idea большой идеи второе должно быть основание а зачем мне участвовать и в нашем случае это сохранение своих активов в будущем это естественно и приумножение своих активов это сохранение планеты и экологии для будущих поколений и экономики я бы добавил тоже для будущих поколений и когда говорится о таких проектах по оптимизации рождается концепция народных проектов для sky world community и я могу сказать что мы в этом плане вот это я могу вам сказать и меня это очень сильно радует и греет продвинулись очень серьезно в переговорах с unit sky stream technologies потому что анатолий эдуардович и весь топ менеджмент unit sky stream technologies всегда видит сотрудничество с нами как первой ступени даже тот же feasibility stage мы можем финансировать частично и нам это гипер необходимо для того чтобы растить потенциал сообщества уже непосредственно в ключевых регионах то есть в кыргызстане это будет финансироваться feasibility stage киргизского проекта вырастим мы до сотен тысяч людей мы сможем финансировать проекты вырастим до пятидесяти тысяч значит будем привлекать инвестиции и в этом также заинтересованность и тех людей с которыми мы общались чётко на переговорах доносится линия что да сообщество присутствует да оно будет развиваться и на самом деле это абсолютно нормально воспринимается я повторюсь в кыргызстане даже сказали что да вы можете говорить о тех проектах о которых обсуждались но это моё нутро это моя суть я никогда не буду говорить о том что сейчас уже не подготовлено не сделано в плане feasibility stage и на данный момент ожидается остаточные данные для формирования технико-экономического обоснования и приступания уже со стороны юницкой string technologies в первую очередь обсуждение по дальнейшим шагам и роль нас как skyworld community по коммерческим проектам я напомню ещё раз это просто связывание и это просто передача информации не нужно даже представлять технологию потому что это может сделать сделать сделано быть не так и соответственно это урон репутации заказчик может не начать сотрудничать в будущем только по причине что технология была неправильно представлен также по Кыргызстану помимо конференции которую вы видели 350 человек которые произошла ВОЖ были проведены ещё две конференции в логике турне и мне хотелось бы чтобы все будущие амбассадоры все региональные кураторы именно с максимальной самоотдачей отправлялись выстраивали планы показатели и мы как skyworld комьюнити будем максимально помогать тем кто действительно способен этим показателем удовлетворить я имею ввиду финансовые показатели то есть сколько людей пришло на конференцию сколько людей последствий инвестирует сколько было затрачено на конференцию естественно эти показатели должны быть окупаемыми либо сразу либо в будущем но приближение к этому должно быть так как мы как компания максимально оцифрованы и опять же так же как в латинской Америке в Кыргызстане платформа адаптации обучения будет выстраиваться в релизе который будет для них озвучен именно в той логике которая понятна жителям Кыргызстана внутренние эксперты будут вещать те компетенции которые они уже профессионально знают кто-то может работать в холодную с незнакомыми людьми кто-то знает как говорить отличительные черты особенности от МЛМ нашей компании кто-то может доносить финансовую грамотность кто-то может техническую часть нам необходимо взращивать внутренние ресурсы для того чтобы не только я не только Влад Волков по работе подготовки коммерческих проектов находился в других странах не только остальные члены правления не только Олег Маркович ездил и общался Олег Зарецкий непосредственно даже на первых стадиях а для того чтобы мы стали действительно профессионалами и мы размножились много где и это будет еще более мощное развитие но обязательно настанет также мы наметили стратегию развития рынка Кыргызстан и это как раз таки в логике национальных проектов но для этого проект должен быть подписан озвучен и предоплачен вот вам кстати новости конкретные по латинской Америке и по Кыргызстану что работа по проектам ведется и проекты там имеются и интерес огромный но больше я не буду никогда на своих ресурсах говорить иного если это не произошло напишите от 1 до 10 как вам 1 это нужно говорить 10 да я прав мне нужно выплескивать не родившегося ребенка это ни к чему хорошему не приведет абсолютно если говорить также про республику Доминикана то здесь была развернута очень серьезная подготовительная маркетинговая акция непосредственно по средствам массовой информации и хотелось бы чтобы все обратили внимание что это было сделано максимально оптимально я бы сказал почти бесплатно почему почти ну естественно какая-то помощь по приобретению пакетов была оказана тем же самым репортером и в нашем сообществе сейчас находится целый телеведущий каналов на самом деле я не встречал это ранее в развитии и это говорит о высоком профессионализме той которая там двигается то есть журналисты ведущие их команды они максимально заинтересовались и технологии и основами экосистемы sky world community то есть образовательным направлением кто-то даже про своих детей стал думать что их стоит отправить на платформу адаптации обучения ну мы сказали что есть пока что да детский пакет но вообще как бы при достижении совершеннолетия то есть даже в рамках образования они мыслят sky world community уже в тех смыслах которые мы действительно закладываем как социально финансовая платформа социальное это образовательное направление и направление построения сообщества финансовое это техническая часть личный кабинет и инвестиционное финансирование на данный момент технологии униска но я более чем уверен что мы как sky world community при достижении необходимых финансовых показателей долго счастливо будем сотрудничать с униска потому что взаимопонимание абсолютное и на самом деле абсолютная поддержка абсолютная выдача тех объемов информации которые необходимы потому что если на нас выдать много информации мы тоже можем ненароком что-то не так сделать этого униска страны допустить абсолютно здесь вы видите фотографии доказательство то что это разные каналы и они знаете были по возрастанию и апогеем был уже телеканал этот день запомню на всю жизнь это когда все золотые победители присутствовали на телепередаче многие вообще участвовали в телепрограмме в первый раз отвечали на вопросы давали интервью то есть это был их звездный час и это была действительно командная работа потому что каждый приносил свою харизму свою особенность страны а для передачи это был очень серьезный инфоповод потому что присутствовали люди которые развивают направление sky world community с разных стран и вот пожалуйста это модель которую мы можем использовать далее при проведении золотых туров я не думаю что это будет возможно в арабских эмиратах и вообще что стоит это тут делать тут и так все достаточно хорошо идет и лучше здесь ничего что связано с сообществом не развивать и также уже далее это была телепередача это был телеканал который вещает по официальным данным более чем 2 миллиона людей по неофициальным данным более 10 миллионов людей по республике доминикана и всей латинской америки так николай спрашивает почему кто в россии у себя в городах активно работает нет никакой поддержки здесь николай я хочу сказать что дал должны быть конкретные планы то есть вот если конференция будет проведена какой результат будет получен исходя из предыдущей работы то есть наверняка конференции были проведены например приходит на конференцию 150 человек из них 50 новых партнеров 100 старых на первую конференцию это нормально но лучше 50 на 50 и какая будет конверсия какие результаты то есть что мы хотим добиться от той или иной конференции на самом деле в скором времени будет проведена не конф в онлайн режиме готовится очень серьезный состав спикеров и это будут наши ведущие специалисты ведущие спикеры именно которые приурочены к запуску платформы адаптации обучения в виде первого потока я хотел бы обратить ваше внимание на пятую юбилейную конференцию международной научно-технической конференции безракетной индустриализации ближнего космоса которая состоялась в белоруссии и арабских эмиратах и эта конференция действительно которая показывает интерес существующих сообществ существующей общественность научной общественности к тому направлению которое параллельно развивает на сегодняшний день анатолий эдуардович юницкий это направление юспейс и на самом деле присутствовали несмотря на то что опять же казалось бы очень серьезные геополитические события экономические события но иностранные представители присутствовали и с асгарди и естественно господин хусейн аль-махмуди присутствовал но онлайн в этот раз и с асгарди один из топ руководителей сообщил что на следующую конференцию обязательно приедет на самом деле я не исключаю что наша задача использовать вот этот действительно момент огромного интереса к Unisky Stream Technologies финансирование данное направление через достижение вех подписания проектов на направлении юспейса но пока мы как сообщество к этому не готовы потому что у модели юспейса скорее всего будет абсолютно благотворительная система и это будет юридическая система соответствующая и естественно к благотворительности нужно быть готовыми когда финансовые показатели сделаны те которые уже были обещаны и продекларированы так я так понял сам действую никого не надейся что я и делаю нет абсолютно не так поняли николай я предлагаю вот если нет возможности вживую обучаться с потоком открыть для вас и для ваших партнеров доступ до платформы адаптации обучения кстати это для всех может быть открыт доступ на самом деле ну единственный нюанс не будет наставничество а наставничество очень важно потому что эти люди прошли этот путь обучения и они знают как в кратчайшем периоде достигнуть тех или иных результатов поэтому поставьте плюсик если вам это необходимо я помню ваше письмо и оно у меня стоит в планах я ничего в этом плане не забываю обязательно свяжемся если вам необходимо чтобы был открыт доступ вас и ваших партнеров до платформы адаптации обучения но без наставничества до запуска потока то пожалуйста обязательно скоммуницируем ну а в остальном дорогие друзья я могу сказать что процесс то идет и мне очень приятно что многие начали волноваться то есть почему я не провожу вебинары то есть что то случилось нет просто физически не было времени и у меня это на самом деле впервые особенно в доминикане у меня все было расписано буквально там с 4-5 утра нужно было улаживать рабочие процессы так как была большая разница семи часовая с москвой и далее встречи 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 интерес огромный посмотрим на самом деле ожидается мой приезд также через месяц лишним в доминиканскую республику но хотелось бы чтобы с помощью тех ресурсов которые мы даем сами партнеры на местах уже готовили почву действительно для больших широкомасштабных конференций для того чтобы говорить действительно уже о смыслах о том что продает на большие суммы так в академии частного инвестора с 2000 года обучались толку ноль Николай для всех тоже говорю абсолютно не сравнение с тем что делали другие фонды и это именно платформа адаптации обучения не какие-то курсы не какие-то курсы финансовой грамотности трейдинга инвестиции вообще абсолютно не для этого это сделано для того чтобы новичок быстро обучался и адаптировался если бы у меня этот инструмент был в 2015 году то результат был бы раза в 3-4 больше это вам точно говорю с учетом того что этот инструмент постоянно будет улучшаться и постоянно будет адаптироваться ну на самом деле я отвечаю естественно для всех потому что такие вопросы тоже были не похож ли ваш продукт нет не похож абсолютно и это та платформа которая вам позволит стать еще более быстрее профессионалом как становился Кристиан Вандивер как становился фронтишек в свое время Solar быстро очень и как также стала Ольга Вероника Серохвостова и многие новоиспеченные лидеры и многие лидеры которые у которых путь занял годы для того чтобы достичь того результата который уже люди достигают намного быстрее то есть вот мой вебинар сегодняшний построен на том на том что происходит вообще внутри SkyWorld Community развития потому что да мы обязательно будем освещать я буду освещать те новости которые происходят но иначе бы он растянулся бы на два часа то что сейчас проект перешел на новый подэтап развития и текущий этап закончился это тоже имеет место быть и я не исключаю что смена вообще под этапы либо этапы я тоже не могу конкретно говорить потому что потом скажут вот сказал Алексей потому что я этого не знаю но сейчас ситуация совершенно другая что 12-17 месяцев назад мы с вами действительно на финальных рубежах когда нам будут даны очень серьезные ускорители ускорители развития нашего направления и того бизнеса который мы выстраиваем именно в логике sky world community это результаты компании которые были продекларированы год назад и которые даже в прямом эфире вьетнамской делегации когда приезжала были озвучены непосредственно генеральным директором ЗАО струнной технологии Надежды Геннадьевны Косаревой что до конца этого года если не произойдет очень серьезных геополитических событий ну то есть прямо вот серьезнейших что будут вергнуты в конфликты огромное количество стран то будет объявлено об подписании уже первого коммерческого либо коммерческих проект это не мои слова это слова генерального директора ЗАО струнной технологии в прямом эфире делегации вьетнамцев и естественно было полное понимание что этот прямой эфир он на сегодняшний день получит большое распространение то есть мы как компания skyworld комьюнити готовы к этому ажиотажу и этим переменам мы в том числе из-за этого сменили и дизайн для того чтобы уже на мировом уровне в мировых СМИ было понимание что ну действительно как бы серьезно и если вы поройте в интернете посмотрите вы сможете найти даже определенные начальные проработки уже по статьям об skyworld комьюнити от членов правления skyworld комьюнити и это тоже работа будет продолжаться к сожалению в рамках сегодняшнего вебинара я не имею уже времени вам рассказать то что происходит непосредственно внутри организационной структуры внутри отделений skyworld комьюнити но на следующих вебинарах обязательно вам поведаю благодарю за внимание вот такой вот сегодня вебинар получился непосредственно об том что просто бы проехало бы пронеслось потому что скоро настанут новые события но не упомянуть Кыргызстан очень кратко очень сжато и латинскую Америку и выстраивание совершенно новых логик новых стратегий я не имел права и я заканчивать хотел бы той фразой которую сказал один предприниматель с которым я случайно познакомился в республике Кыргызстан который меня позвал на ужине посидеть с ним и потом когда мы разговорились подошли уже партнеры он понял каким направлением мы развиваемся и он сказал так вы же инвесторы добра по сути и вы несете комфорт в жизни людям через технологию вот просто вдумайтесь какая ценность и какой потенциал у этого рынка и как нам с вами повезло что сообщество мы выстраиваем именно на основе финансирования данной технологии и создания уже в будущей перспективе реализации программы Экомир благодарю вас за внимание буквально 1-2 вопроса и будем завершать поставьте пожалуйста от 1 до 10 как вам информация на этом вебинаре 1 вода 10 хорошо благодарю так теперь вопросы скажите так как партнеру сейчас может попасть платформа адаптации обучения это нужно куда-то писать делать запрос скоро будет объявлено если вы ждете поток поток с наставником то будет объявлен поток и туда каждый может попасть но будет ограниченное количество людей в начале русскоговорящих будет 150 180 если вам наставничество не нужно и вы хорошо знаете продукты вы хотите просто прокачаться то можно написать давайте сейчас вот чтобы не откладывать напишите на мою почту в доголовок сделайте платформа адаптации обучения и попросите дать доступ если вы без наставничества готовы обучаться и вам и вашим партнерам обязательно будет выдан доступ пока это выдается в закрытом режиме еще вопросы так алексей по вы вопрос по выкупу вы с нами вы нам с конца июня говорите что руководство считает анализирует что ж так долго к чему то уже пришли вы встречались с Косаревой Надеждой Геннадьевной почему не задали неудобный вопрос на носу новый год стоит стоит ли ждать подарков под компании просто скажите да или нет в этом году я не берусь утверждать что обратный выкуп будет обратный выкуп он зависит непосредственно от прихода денег компании они приходят от предоплат будут предоплаты за проекты я думаю что Unisky Stream Technologies абсолютно утвердит к сожалению на это конкретно максимально мы влиять не можем но это стараемся ускорять о дивидендах чуть-чуть если можно это Хушваков Шавкат Шавкат если не ошибаюсь по имени по дивидендам я хотел бы сказать что дивиденды зависят от прибыли компании от реализации коммерческих направлений когда совершаются предоплаты за коммерческие проекты это идет уже в прибыль компании но для совершения дивидендов необходимо уже полностью оплаченные проекты и их должно быть ни один ни два хотя возможно компания решит и по другому но на самом деле нет смысла выплачивать дивиденды пока компания не обрела полностью финансовую устойчивость обратные выкупы это другая логика но в планах перспективах я могу сказать что потенциал действительно огромный то есть даже по той информации которая озвучена в средствах массовой информации кстати я тоже хотел бы обратить внимание по поводу проекта в Нигерии на более чем 200 миллионов долларов что в социальных сетях гуляет информация что Алексей Суходоев объявил я не объявлял что проект запущен я сказал что это написано в средствах массовой информации что это открытая информация что такой проект обсуждается планируется пожалуйста не нужно искажать информацию если вы говорите что чуть ли не предоплата была совершена да люди инвестируют но кто вы потом будете когда они узнают что вы неправильно им донесли информацию поэтому стоит доносить информацию только как она есть и The National обсуждалось об проекте в Африке если не ошибаюсь на более чем 200 миллионов долларов но не то что за него получена предоплата то что он точно утвержден а что такое проект планируется и это будет озвучено уже по факту поймите дорогие друзья что на самом деле в той индустрии которую мы финансируем ну невозможно рассказывать что то даже вот нам как членам правления чего еще не произошло потому что это может просто сорваться и с этим неоднократно сталкивались Индия Индонезия и по Индии и по Индонезии возобновился процесс несмотря на то что ранее там все срывалось и были нападки различные идет процесс и в этом направлении тоже но конкретики я не знаю мне достаточно тех слов что идет процесс потому что Unitsky Stream Technologies с руководством компании нет смысла говорить какую-то искаженную информацию если там ничего не идет чтобы говорить что да там развивается и для меня это достаточно и как для партнера и как для инвестора и как для стратегия которые выстраивают определенные стратегии развития Skywalk Community а вот наша ответственность быть готовым к тому когда это произойдет вот что вы будете делать когда на вас обрушится ажиотаж заявок что мне интересно мне интересно 100 человек ну как бы вы справились без тех инструментов которые вот на этом слайде находятся никак я бы тоже не справился мы просто бы уткнулись в определенный потолок и больше мы сказали что извините как бы больше мы не можем или все делается просто некачественно тяп-ляп кто-то как-то говорит огромные угрозы репутации и соответственно расхлябывание последствий в тех или иных странах Анатолий Эдуардович в интервью в декабре 2021 сказал что дивы могут быть без прибыли Sky да я про это и говорил Татьяна что решает непосредственно Unisky Stream Technologies о дивидендах также то есть вот тоже какая моя позиция я если погружусь мог бы допустим куда-то вглубь по коммерческим проектам вот у нас есть Владислав Волков который коммуницирует на данный момент он назначен коммуницировать по подготовке адресных проектов и мне не хотелось бы для того чтобы как-то во-первых время тратить на стратегии который можно создать это первое потому что ограниченность огромная сейчас по ресурсам и мы будем очень рады и счастливы когда лидеры руководители отделов будут вырастать из сообщества мы для этого в том числе платформу адаптации обучения запускаем для того чтобы выявлять тех кого мы выявляем через золотые туры через какие-то мероприятия ранее выявляли потому что единицы амбассадоры тоже единицы чтобы это был поток чтобы это было было четко инвестируемая система так николай пишет не интересно чтобы на меня обратили внимание с компанией но я не в нашей структуре не в структуре и рим волковая активность никому не нужен нет николай вы здесь тоже ошибаетесь и когда допустим будет запущен трафик на россию мы над этим работаем то вы будете в первых рядах по платформе адаптации обучения я вам сделал предложение и вот этот инструмент я сейчас в первую очередь вижу для того чтобы подготовить ваших партнеров и вот я говорил про коммерческий проекты зачем мне заходить в ту логику в ту сферу в которой я на данный момент хуже разбираюсь лучше делать то что мы делаем наилучшим образом извините за тавтологию это привлечение интересы и закрытие на инвестиции и в том числе на крупные инвестиции крупные инвестиции они закрываются именно донося нужные смысли не говоря даже о технологии о том что происходит в мире о том куда мы стремимся как скайволт комьюнити о том что человек выстраивает сообщества и следующих направлениях которые будет юниска стрим технологии анатолий эдуардович юницкий он уже будет намного проще и быстрее ориентироваться и достигать результаты поэтому пожалуйста те кто будет давать контакты по коммерческим адресным проектам занимайтесь только частью этой работы не углубляясь в деталь иначе можно что-то испортить и причем испортить так что выправлять придется годами например как сейчас мы четко видим это же видимая информация то что приезжает делегации с индии но они же не просто так приезжают выставка то уже закончилась экспо 2020 делегации приезжают потому что идет конкретное движение в логике этих стран так как нет другой технологии которая сможет выстраивать на сегодняшний день мощные большие малые средние с высокой капитализации проекты по всему миру просто нет такой технологии это я вам говорю из переговоров уже с крупными финансовыми организациями которые подобные проекты и финансируют в мире сейчас сформировался вакуум и как раз таки юниска стрим технологии с обилием и будущем вселенной своих технологий сможет заполнить этот вакуум и не побоюсь этого слова спасти мировую экономику и нивелировать тот внешний долг который уже более 31 триллиона долларов в сша и также и другие страны должны в эту сумму также входят их долги так так все николай мы с вами договорились то есть я на свой контроль беру ваш вопрос и поверьте мне все что выстраивал поле дегенерации это не мое сообщество абсолютно моя задача другая не развивать мою личную структуру или сообщество я этим не занимаюсь уже многие годы а выстраивать стратегии для того чтобы мы достигли того результата который мы прогарантировали для юниска стрим технологии они в свою очередь то что они гарантировали делают и сделают несомненно всем счастливо дорогие друзья до скорых встреч через две недели я думаю что я буду в нормальном часовом поясе и ничего не изменится благодарю вас за внимание всем пока с вами алексей сходов